Вы дошли от остановки до поликлиники. А дышка у вас была при ходьбе? Наличие проблем с дыханием проверяют с помощью специального теста, как эмоционально-психическое состояние. Тестирование – одна из основных методик работы кабинетов восстановительного лечения после ковида. Один из таких пунктов реабилитации работает в поликлинике номер 4 на Камышинской. Обслужат здесь не раньше, чем через две недели после перенесенного заболевания. По необходимости направляю их к узким специалистам, то есть к пальмонологу, к эндокринологу, потому что проблемы с нарушением гликемии. Потом я направляю, бывает, что и к хирургу направляют, тромбофлебиты идут после коронавирусной инфекции. Также врач может назначить физиотерапевтическое лечение. Абсолютно каждый из кабинета восстановительной терапии выходит с направлением на ЛФК. По словам врачей, основное постковидное последствие как раз и есть затрудненное дыхание. Поэтому во время сеансов по лечебной физкультуре большая часть упражнений на разработку связок и мышц, связанных с функцией вдоха и выдоха. Естественно, и общая физическая сила, чтобы у них укреплялась, чтобы они более сильные стали. И эмоциональный фон немалозначен, потому что они уже как бы становятся более асоциальными, что меньше выходят, меньше общаются с людьми. Инструктор ЛФК добавляет, поток пациентов в пандемии увеличился. Ежедневно лечебной физкультурой в 4-й поликлинике занимаются около 20 человек. А вот кабинет восстановительного лечения в день посещают до 5 пациентов. Параллельно в поликлинике ведется углубленная диспансеризация, которую необходимо пройти всем переболевшим COVID-19 через два месяца после выздоровления. В 4-й поликлинике постковидное обследование уже прошли 1607 человек. Углубленная диспансеризация включает в себя, как и любая диспансеризация, это осмотр врача, анализы крови, общий анализ крови, химические анализы крови, при необходимости компьютерной томографии легких, ультразвуковое исследование сосудов, ну и какие-либо другие ультразвуковые исследования сердца. Всего углубленную диспансеризацию в Ульяновской области прошли свыше 11 тысяч жителей, переболевших COVID-19. Ринат Алюлова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.